Но вдруг какая-то фигурка очутилась подле Пселдонимова и начала кланяться. К невыразимому своему удовольствию и даже счастью, Иван Ильич тотчас же распознал столоначальника из своей канцелярии Акима Петровича Зубикова, с которым он хоть, конечно, и не был знаком, но знал его задельного и бессловесного чиновника. Он немедленно встал и протянул Акима Петровича руку, всю руку, а не два пальца. Тот принял ее обеими ладонями в глубочайшем почтении. Генерал торжествовал. Все было спасено. И действительно, теперь уже Пселдонимов был, так сказать, не второй, а уже третье лицо. С рассказом можно было обратиться прямо к столоначальнику, за нужду приняв его за знакомого и даже короткого. А Пселдонимов тем временем мог только молчать и трепетать от благоговения. Следственные приличия были соблюдены. А рассказ был необходим. Иван Ильич это чувствовал. Он видел, что все гости ожидают чего-то, что в обеих дверях столпились даже все домочадцы и чуть не взлезают друг на друга, чтобы поглядеть и послушать. Скверно было то, что столоначальник по глупости своей все еще не садился. — Что же вы, — проговорил Иван Ильич, неловко указывая ему подле себя на диване. — Помилуйтесь, я и здесь. И Аким Петрович быстро сел на стул, подставленный ему почти на лету, упорно остававшимся на ногах Пселдонимовым. — Можете себе представить случай, — начал Иван Ильич, обращаясь исключительно к Акиму Петровичу, несколько дрожащим, но уже развязным голосом. Он даже растягивал и разделял слова, ударяя на слоги. Букву А стал выговаривать как-то на Э. Одним словом, сам чувствовал и сознавал, что кривляется, но уже совладать с собою не мог. Действовала какая-то внешняя сила. Он ужасно много и мучительно сознавал в эту минуту. — Можете себе представить, я только что от Степана Никифоровича Никифорова. Слышали, может быть, тайный советник, ну, в этой комиссии. Аким Петрович почтительно нагнулся всем корпусом вперед, дескать, как не слыхать-с. — Он теперь твой сосед, — продолжал Иван Ильич, на один миг для приличия и для непринужденности обращаясь к Пселдонимову, но быстро отворотился, увидав тотчас же по глазам Пселдонимова, что тому это решительно все равно. — Старик, как вы знаете, бредил всю жизнь купить себе дом. Ну и купил. И при хорошенькой дом, да. А тут и его рождение сегодня подошло. И ведь никогда прежде не праздновал, даже таил от нас, отнекивался по скупости. А теперь так обрадовался новому дому, что пригласил меня и Семен Иванович, ну, знаете, Шипуленко. Аким Петрович опять нагнулся, с усердием нагнулся. Иван Ильич несколько утешился. А то уж ему приходило в голову, что столоначальник, пожалуй, догадывается, что он в эту минуту необходимая точка опоры для его превосходительства. Это было бы всего сквернее. Ну, посидели втроем, шампанского нам поставил, поговорили о делах, ну, о том, о сём, о вопросах, даже поспорили. Аким Петрович почтительно поднял брови. Да-ка, дело не в этом. Прощаюсь с ним, наконец. Старик аккуратный, ложится рано, знаете, к старости. Выхожу, нет моего Трифона. Тревожусь, спрашиваю, куда девал Трифон карету. Открывается, что он. Понадеюсь, что я засижусь. Отправился на свадьбу, какой-то своей к уме или к сестре, а уж бог его знает. Здесь же где-то, на Петербургской. Да и карету уж, кстати, с собой захватил. Генерал опять для приличия взглянул на Пселдонимова. Того немедленно скрючило, но вовсе не так, как надобно было генералу. Сочувствия, сердца нет, промелькнуло в его голове. — Скажите, — проговорил глубоко поражённый Аким Петрович. Маленький гул удивления прошёл по всей толпе. — Можете представить моё положение? Иван Ильич взглянул на всех. — Нечего делать, иду пешком. Думаю, да бреду до Большого проспекта, да найду какого-нибудь Ваньку. Хе-хе. — Хи-хи, — почтительно отозвался Аким Петрович. Опять гул, но уже на весёлый лад прошёл по толпе. В это время с треском лопнуло стекло на стенной лампе. Кто-то с жаром бросился поправлять её. Пселдонимов встрепенулся и строго посмотрел на лампу, но генерал даже не обратил внимания, и всё успокоилось. Иду. И теперь не улыбнулся. Точно он был деревянный. — Да он дурак, что ли, — подумал Иван Ильич. Тут-то бы и улыбаться Аслову, и всё бы пошло как по маслу. Нетерпение бушевало в его сердце. — Думаю, дай войду к подчинённому, ведь не прогонит же он меня. Рад, не рад, принимай гости. Ты, брат, пожалуйста, извини, если я чем помешал, я уйду. Я только зашёл посмотреть. Но мало-помалу уже начиналось всеобщее движение. Аким Петрович смотрел с услащённым видом, дескать, может ли ваше происходительство помешать. Все гости пошевеливались и стали обнаруживать первые признаки развязанности. Да, мы почти все уже сидели. Знак добрый и положительный. Посмелее из них обмахивались платочками. Одна из них в истёртом бархатном платье что-то нарочно громко проговорила. Офицер, к которому она обратилась, хотел было ей ответить тоже погромче, но так как они были только двое из громких, кто спасал. Мужчины, всё более канцеляристы, и два-три студента переглядывались, как бы подталкивая друг друга развернуться. Откашливались, даже начали ступать по два шага в разные стороны. Впрочем, никто особенно не робел. А только все были дикие, и почти все про себя враждебно смотрели на персону, ввалившуюся к ним, чтоб нарушить их веселье. Офицер, устыдясь своего малодушия, начал понемногу приближаться к столу. — Да послушай, брат, позволь спросить, как твое имя и отчество? — спросил Иван Ильич Пселдонимова. — Порфирий Петров, ваше присутствище, — отвечал тот, выпучи, глаза точно насмотру. — Познакомь же меня, Порфирий Петрович, с твоей молодой женой. Поведи меня, я... И он обнаружил, было желание привстать, но Пселдонимов кинулся со всех ног в гостиную. Впрочем, молодая стояла тут же в дверях, но только что услыхала, что о ней идет речь, тотчас спряталась. Через минуту Пселдонимов вывел ее за руку. Все расступались, давая им ход. Иван Ильич торжественно привстал и обратился к ней с самой любезной улыбкой. — Очень, очень рад познакомиться, — произнес он самым великосветским полупоклоном. И тем более в такой день он приковарно улыбнулся, дамы приятно заволновались. Шарме произнесла дама в бархатном платье почти вслух. Молодая стоила Пселдонимова. Это была худенькая дамочка, всего еще лет семнадцати, бледная, с очень маленьким лицом и с остреньким носиком. Маленькие глазки ее, быстрые и беглые, вовсе не конфузились. Напротив смотрели пристально и даже с оттенком какой-то злости. Очевидно, Пселдонимов брал ее не за красоту. Одета она была в белое кисейное платье на розовом чехле. Шея у нее была худенькая, тело цыплячье, выставлялись кости. На привет генерала она ровно ничего не сумела сказать. — Да она у тебя прихорошенькая, — продолжал он в полголоса, как будто обращаясь к одному Пселдонимову, но нарочно так, чтобы и молодая слышала. Но Пселдонимов ровно ничего и тут не ответил, даже и не покачнулся на этот раз. Ивану Ильичу показалось даже, что в глазах его есть что-то холодное, затаенное, даже что-то себе на уме особенное, злокачественное. И однако ж во что бы то ни стало, надо было добиться чувствительности. Ведь для нее-то он и пришел. — Однако парочка, — подумал он. Впрочем, и он снова обратился к молодой, поместившийся возле него на диване, но на два или на три вопроса свои получил опять только «да» и «нет». Да и тех, правда, вполне не получил. Хоть бы она поконфузилась, — продолжал он про себя. Я бы тогда шутить начал, а то ведь мое-то положение безвыходное. И Аким Петрович, как нарочно, тоже молчал, хоть и по глупости, но все же было неизвинительно. — Господа, уж я не помешал ли вашим удовольствиям? Обратился было он ко всем. Вообще, он чувствовал, что у него даже ладони потеют. — Нет, не беспокойтесь, ваше присутствие, сейчас начнем, а теперь прохлаждаемся, — отвечал офицер. Молодая с удовольствием на него поглядела. Офицер был еще не старый, носил мундир какой-то команды. Псилдонимов стоял тут же, подавшись вперед и, казалось, еще более чем прежде, выставлял свой горбатый нос. Он слушал и смотрел, как лакей, стоящий с шубой в руках и ожидающий окончания прощального разговора своих господ. Это сравнение сделал сам Иван Ильич. Он терялся, он чувствовал, что ему неловко, ужасно неловко, что почва ускользает из-под его ног, что он куда-то зашел и не может выйти, точно в потемках.